видит в толще воды стоит бель и здесь в принципе можно я думаю что даже рассмотреть прижатор худаков или щук самому цвету данный датчик лайскоп при вертикальном сканировании будет очень интересен при зимней рыбалке осталось подобрать приманку и ее в целом-то поймать бах поклевка дано было видно как рыба шла за приманкой все погнали друзья всем привет глин владимир компания прокатить.ру мы вот на такой прекрасной лодке волжанка 50 фиш с двигателем mercury всего-навсего 60 лошадиных сил собираемся на воду и у нас основная задача потестировать две очень интересные вещи первое это garmin датчик panoptics который сейчас появился в россии и мы хотим его именно за тестировать собственными силами и вторая внимание вопрос как это говорится у знатоков эта связка garmin с помощью magic box который был нам любезно предоставлен разработчикам этой компании с двигателем motor guide ну и небольшое описание нашей технической составляющей сейчас мы пробежимся по лодочке пока находимся на берегу и покажем что мы здесь установили в нашем сервисном центре причем скажу так что я являюсь как скажем так в этом сервисном центре я появился как клиент который хотел бы поставил определенную задачу и ее воплотил именно сервис и так на консоли приборов у нас установлены тахометр и trim указатель уровня топливного бака главный прибор который на консоли сейчас установлен это garmin 72 св с боковым обзором пульт дистанционного управления у нас накладной в данном виде повторюсь еще раз на лодке установлен двигатель mercury 60 лошадиных сил по центру лодки выполнены рундуки компании про катисточку рук носовой части у нас установлен двигатель motor guide x i3 стоит антенна point 1 на всякий случай подключены все этими 2000 двигатель соединен с сетью имеет 2000 специальным кабелем и конвертером сердце всей системы скрыта у нас под задним рундуком значит так аккумулятор у нас в этой лодке 3 двигатель у нас не самый большой мы выбрали для данной лодки это mercury 60 лодка тестовая мы используем для различных обзоров замеров научно-исследовательской деятельности значит в корме у нас установлены два аккумулятора один стартовый второй тяговой один из тяговых аккумуляторов у нас установлен в межконсольном рундуке по левому борту у нас установлена зарядка power money трехканальная в центральной части у нас стоит теста установлен преобразователь математический обработчик от датчика panoptics garmin вот такая штука и здесь установлено 2 к 2 коробочки magic box одна коробочка правой занимается корректировкой координат называемый координат кара корректор позволяющие сдвинуть учесть не то что сдвинуть а учесть именно отсутствие соотношения датчика пинпоинт лоуренс от трендюсер для того чтобы правильно строить карты глубин но в данном случае нас на лодке лорус не установлено у нас в основном здесь garmin и 2 коробочка с надписью g как раз маркировка здесь будет у нас обработка происходить управление с карт плоттера garmin носовым электромотором motor guide сегодня мы посмотрим что из этого получится под консолью кепочка прекрасный garmin бейсболочка шикарная значит под консолью водителя у нас сетями 2000 установлена преобразователь от двигателя протоколами 2000 коробочка хаба и прочее 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 все что здесь коммуникации так что в принципе самый наверное передавая цифровая лодка на текущий момент напомню что двигатель mercury 60 у нас подключен по протоколу не 2000 про это у нас были несколько роликов на нашем канале в прошлом году мы как раз снимали скоростные характеристики на этой лодке и разогнали до скорости 60 километров в час без такой загрузки без массивной загрузки было полный бак был был один человек скорость течению получил 60 километров в час вот сегодня мы как раз измерим то что у нас на текущий момент с учетом электромотора трех аккумуляторов 1 повторюсь в межконсольном рундуке стоит вот вот такая красота у нас здесь вот место как раз еще осталось у меня появилась идея как правильно поставить с кормы на корме точнее говоря основной прибор на котором будет отображаться информация здесь у нас с убрана в консоль значит здесь монтажная пластина для гармина 92 св с боковым обзором на рам кронштейне очень жесткая конструкция ребята с прокатистического инженера вывели реализовали мою мысль как здесь правильно все это подключить чтобы можно было как раз стоя в лодке или на корме развернуть карплотер так чтобы забрасывая приманку можно было смотреть как раз на отображение сигнала life как раз от garmin panoptics life scope называем а сам по себе life scope настоящий момент разместили таким образом оставили возможность во первых поставить его на транец и небольшим кастомом его закрепили сейчас на вот таком вот кронштейне для эхолотов для того чтобы смотрел именно назад этот тестовый режим естественно датчика снимается крепеж транзюсеры снимается и garmin gt 52 прекрасно работает во всех режимах с московскими пробками и подмосковными добрались мы до островецкой луки в этот раз как раз скидываемся здесь там на горизонте город жуковский вот сегодня постараемся скинуться времени конечно не очень много осталось но попробуем до темна сейчас записать тот обзор который мы хотели показали и со мной в компании сегодня как раз один из наших сотрудников денис михайлюк человек намного сильнее увлекающийся рыбалка чем я и даже я бы назвал так что это больше профессионал в рыбалке заодно посмотрим что он у нас скажет относительно своих впечатлений какие у него какие на него впечатления произойдет прибор garmin panoptics круто все сейчас мы отчаливаем и погнали и так что бы хотелось отметить ну обзор по этой лодке двигателем 60 лошадиных сил вы можете посмотреть на нашем youtube канале конечно мы в подпись и в описании к видео мы ссылочки поставим заранее хочется сказать подписывайтесь на наш канал ставьте лайки они нам помогают делать нашу работу только лучше нажимайте колокольчики вот таким вот легким движением левой руки прибор устанавливается свое гнездо и все здесь он надежно закреплен со всех сторон не шатается не болтается крышку снимем сразу же включим включенный приборчик и также на консоли водительской гормин как раз при включении зажигания мы можем увидеть параметры работы нашего двигателя сейчас появится напряжение топлива расхода пока нет ничего нет но расход топлива он обязательно появится все погнали что такое первое приближение датчик panoptics хочется отметить что кстати идея поставить на корме один из захолота она очень правильно можно стоять на корме скажем копите стоим кидаем при этом при всем можно стать либо на корме на самой на подопчинных на лодке либо стоять просто из копита со спиннингом и наблюдать за жизнью под водой в режиме онлайн но небольшой экспорт все-таки что такое гармин паноптик лайфспоп это новые технологии который пришла к нам несколько лет назад сейчас это уже второй или третьем поколении датчиков лайфспоп которые позволяют просматривать толщу волды воды в этом таком живом режиме при этом производится математическая обработка блоком социальным информации от датчика что как раз сейчас происходит на дисплее у нас мы видим изменения онлайн изменения структуры дна конечно мы можем сейчас с вами наблюдать онлайне структур скан называемый на нашем втором приборе у нас два прибора стояла бы вместе было бы наверное более удобно но мы их разнесли специально для удобства именно рыбака и посмотреть как это происходит именно в плане рыбалки насколько удобно установка карплот раз кормы для рыболов значит где сейчас видна структура в онлайне значит в зависимости от настройки чувствительности силы излучения мы видим разную картинку на разных диапазонах значит сверху у нас дальность в данном случае выставлено порядка 40 метров и мы видим что на дальности 35 метров у нас конечно сигнал затухает середина мая вода 15-15 градусов ну более или менее чистая там плавают конечно всякие разные там мусор по поверхности но тем не менее мы толще воды мы видим как раз у нас что-то такое проплывает и что-то на дне лежит и как раз онлайн изменения структуры который мы сейчас с вами проходим вот у нас рыбка который находится в толще дна над которой мы на лодке сейчас проходим вот у нас пошло изменение структуры самой по себе честно говоря то что мы видим мы смотрели по предыдущим обзорам наших коллег можно отметить следующее что уверенно излучение происходит на длине порядка на расстоянии порядка 20 метров хотя играя регулировкой силы излучения радиоволн электромагнитных полную может достичь там и 35 40 метров хотя заявлены все диапазон там до 100 метров или до 60 метров то что можно было там посмотреть в данном случае датчик до 60 метров заявленные данные значит углы обзора угол обзора сюда происходит 30 градусов здесь происходит 90 и более град порядка 120 то есть на самом деле мы установили данный датчик излучатель на корме который смотрит с кормы лодка когда вы стоите над коряга так более правильно с точки зрения профессиональных рыболов которые мы также консультировались как раз специально для вас значит данный датчик можно перевернуть и посмотреть формацию перед лодкой то есть использовать его как вперед смотрящий холод но лично мы не видим в этом некой необходимости по той причине что скорость на лодке достаточно высокой датчик вам вашу структуру 20 метров он отобразит тогда тогда когда вы уже просто напряг пилитесь какой-нибудь стол либо в мель либо еще куда-то если эти малым потом например ночью то это действительно может работать это сработает и будет более полезно нежели чем смотреть например на корму можно использовать данную технологию для вперед смотрящего и холода вот сейчас у нас небольшой тестик как раз вместе с денисом мы прошлись над коряжкой где были символы рыбок здесь переключил я датчик наш паноптик сил вес life скоб 32 в режим традиционного кого-то вот такая вот смешная картинка сейчас мы пойдем над коряжкой посмотрим как это все будет видно конечно сейчас мы еще поковыряем настройках и может быть нам получится соединить либо какую-то историю либо два этих датчика традиционные полота и лайфстоп ну по-моему это не документированная опция и я не уверен что мы как раз это все увидим вот такая немножечко страшненькой картиночка у нас происходит такие мегапикселя честно говоря даже не знаю на какой частоте у нас происходит сейчас считывание структуры дна здесь у нас это не отображается просто маркировка л.с. 32 и все диагностального тренирования вот на втором эхолоте мы формата о рыбках сейчас видим а на этом эхолоте к сожалению почему-то нет сейчас попробуем я вам покажу сейчас на гармине датчиком gt52 вот у нас 72 св вот видит в толще воды стоит бель структуру дна считывает а наш лайфскоп по какой-то причине это не отображает давайте попробуем вид вот так вот сделаем символы рыб мы включили включено давайте назад еще раз насколько тоже ничего не видно почему-то не прорисовывать символы рыб ну да бог с ним в общем-то лайфскоп служит на самом деле для другого для того чтобы онлайне последить за своей приманкой и в онлайне последить за структуры дна и как на это реагирует именно рыба датчик лайфскоп модель 32 также поддерживает переключение на режим clear view то есть нетрадиционный холод а именно clear view то есть тот датчик который в основном используют у нас как downscan down vision у многих по-разному называют но гармин это называется clear view здесь конечно структуры рисуются очень хорошо мы видим очень четко прорисованную структуру линию дна видим толщину принципе мы видим помехи которые на поверхности как раз используют кстати вот можно обратить внимание что мы идем со скоростью 67 километров в час вот здесь что-то у нас зависла над водой и здесь в принципе я думаю что даже рассмотреть последствия это научиться правильно это делать прижатых судаков или щук маму структура да мы сбрасываем газ вот как раз что-то мелкое прошло в средней в толще мы увидели сейчас рыбку прошла очень интересно на самом деле произошло но то что мы сейчас все это смотрим онлайне вот сейчас мы нашли одно местечко очень перспективная денисом сейчас мы дойдем до него и посмотрим как у нас там бродит жизнь вот как раз здесь видно может быть дальше останем на электромоторе и посмотрим какая у нас жизнь будет под нами в толще воды и как и будет изменяться структуру как раз на глубина у нас там порядка 5 метров 47 метров вода теплым по пошла структура тут как раз меняться структуру датчики на структурном эхолоте сейчас покажу как это все видно вот такая структура у нас на эхолоте учите 72 мы можем сейчас историю папа вот так вот посмотреть что у нас тут со структуры с нашей истории тоже покрутить в принципе можем сбросить запустить и глянуть еще раз встать на какой-то точке посмотреть как это будет все выглядеть живую на лайфскопе вот как раз мы видим на дном прижатая рыба то что как раз мы наблюдаем осталось подобрать приманку и и целом-то поймать ну вот как раз отметили некое превосходство датчика лайфскоп относительно традиционного gt52 когда идешь малым ходом например там до поиск либо рисование картах мы сейчас делаем неизвестного водоема с помощью приложения garmin квих дров можно было в онлайне рассмотреть что в толще воды прошла прошли некоторое количество рыб на самом деле которые были именно так на глубине там в метод и логическая рыба стояла в общем то здесь очень интересно именно половить и посмотреть сейчас мы попробуем где-нибудь пристроиться и может быть попробуем закинуть блесну московской области конечно запрет мы снимем все крючки боимся нарваться конечно там на штраф и на ругань инспекторов но будем надеяться они благословны к нашей научной системе нашим научным версиям который мы делаем в общем-то для людей но хочется отметить следующее что данный датчик лайфскоп при вертикальном сканировании очень интересен при зимней рыбалке и даже на экране 7 дюймов который можно например с собой таскать чемоданчик на снега ходит а выехать можно датчик этот использовать лайфскоп для того чтобы смотреть именно вертикально как играет блесна как правильно падать вот мы нашли коряшечку небольшую сейчас мы развернем вспомогательное боевое оружие под названием motorguide x i3 у нас показывает что сейчас там батарейки все заряжены находится не в дежурном режиме а уже почти в боевом спутнички нашел как распиликнул нам вот сейчас мы развернем значит вот этой ручкой вот этим стопором регулируется глубина погружения этого мотора поставим пока вот в такое положение сантиметриков 20 на наставим значит что мы делаем нажимаем ножкой на педальку тихо спокойно воду опустили зафиксировали вот такая красота так как этот белый красавец у нас спутники уже нашел у нас есть вот такой пультик от motorguide который предварительно надо всегда женить значит в идеале конечно надо проводить калибровки всевозможные с электромотором хотя нет калиброван идут завода но тем не менее мы всегда рекомендуем сделать калибровку именно на лодке курса и калибровку сама по себе gps pin point значит мы это показывали в наших видео которые можете посмотреть на нашем канале в частности калибровка pin point вот ну мы нажимаем на кнопочку якоря и нас электромотор сейчас как раз будет удерживать на этом самом месте вот что мы делаем сейчас с помощью электромотора на самом деле крутимся на одном месте для того чтобы не вращать датчик на трансы и смотрим вокруг себя что у нас находится на расстоянии например там тех самых 15 метров можно чуть-чуть добавить скорости скажем так мы вращаемся практически дать по центру относительно датчика то есть датчик у нас стоит в центре вот пошли рыбки мы тут видим у нас что-то такое в толще стоит солнце нам мешает немножко и вот пошло как раз нас берег где-то в 12-15 метров пошел подъем это на вид вперед то есть когда у нас паноптик смотрит вперед передним лучом вот как раз на расстоянии там 14 15 метров мы видим подъем сейчас мы посмотрим попробуем найти как здесь отображать коряжка тут как раз видно сейчас у нас на дисплее коряга который мы выцепили и остановились на электромоторе как раз над корягой с левой стороны у нас небольшая коряжка видно плотным слоем ну и дальше тут уже рыбонька надо подавать приманку и смотреть как она правильно будет играть рыбка над ней на нее будет реагировать вот так выглядит коряжка на датчике life scope хочется отметить следующее что изначально конечно непонятно но когда ты проведешь с этим прибором наверное час может быть полчасика дата здесь все становится на свои места и разбираться начинаешь прямо мгновенно на самом деле очень крутая тема вот она приманка пошла наша мы видим как мы ведем на глубине там примерно два метра след от нее бах поклевка очень напряженный момент самое главное что что движение рыбы то есть движение рыбы мы видим да и самое важное что мы в принципе можем нужно что блесну потеряли но можем ее впоследствии идентифицировать вот пошло подъем да она была видно как рыба шла за приманкой то есть несмотря даже на нерест хотя рыба должна быть не особо активная приманка хорош да и ученок опять же опускаем нашу приманку на дно метров наверно 80 у нас и затем и пытаемся посмотреть это все с life scope а но сейчас мы переключились в режим вертикального сканирования точнее направление вниз вот но что хочется сказать до приманку колебло например видно но сантиметриков 5 это чинок 10 граммовый вот его видно отчетливо там на экране и здесь мы сейчас вот как раз наблюдаем то же самое движение под водой на глубине как раз два с копейками два с половиной метра вот она пошла рыбка вот она переходит отображается так сейчас мы опускаем нашу блесну вертикально вот ее видно как раз в лучах заката сейчас подведем поближе просто немножечко вот она у нас в правом вот мы сейчас поднимаем вверх вниз вот отчетливо видно просто нашу блесну как мы играем сейчас мы положим например там на дно хлоп положили на дно вот и можно поднять например там раз на метр подняли штуку очень удобно для вертикального блеснения ну вот 57 километров в час мы идем по течению даже разогнались 54 километра в час два человека пол бака обороты трим расход меркури 60 максимально практически обороты 53 с половиной ну стабильно скажем так 54 километра в час я бы назвал так но проверяем против течения скорость у стабильно 50 кстати мы идем по легкой своей волнишке именно по своей волнишке вот торгает три аккумулятора я считаю разрисовку очень правильно вот как раз гармин отображает на высокой скорости невозможность рисовать точные квикдро карты карты изобад 50 километров в час волжанка 50 фиш под мотором меркури 60 про загрузку чуть позже на берегу расскажу когда ветра не бой так вот другие обороты 4 300 4 400 примерно так значит скорость 40 километров в час расход 11 11 можно нажать на прибора контроля двигатель оборота как раз здесь вот в таком виде колбаски скажем показаны такой неплохой загрузки на самом деле если на дальняк надо идти с учетом того что это меркури 60 4 тактный мотор топлива в баке до 90 литров загрузка 3 аккумулятора носовой электромотор два человека по еще там в рундуке зарядка по-моему неплохой результат и супер конечно супер попер но неплохой результат для такого малыша как 60 лошадиных сил и лодки весом почти там сухого веса почти 400 килограмм ну а теперь несколько заключительных слов по тому что сегодня вообще произошло максимально лодку развил у нас 60 с чем-то километров в час 67 что ли что-то такое было по течению очень круто был очень весело это прошлогодний обзор значит в этом году мы сделали следующее мы поставили на нас электромотор лоуренс который показали в этом обзоре среднем рундуке межконсольным разместили один аккумулятор весом 30 килограмм на корме в рундуке вот здесь в рундуке с левой стороны по левому борту стоит тоже тяговый аккумулятор на весом 30 килограмм с правой стороны стартовый аккумулятор там килограмм 25 тот же самый малыш меркурия два человека в лодке загрузка порядка наверно 180 килограмм и плюс зарядки гарминовский блок огромный и малыш меркурия 60 лошадиных сил и все это очень радостно на самом деле поехал очень неплохо по течению 54 там с копеечки километров в час то что мы показали там на видео против течение 51 50 50 с половиной можно сказать так что стабильный 51 километров в час от стабильная скорость это для нас это очень достойные результаты носовой электромотор motorguide x i3 серия saltwater 24 вольта 70 либров у нас он идет тягой и длина штанги 54 как раз мы попробовали на лодке глубоко опускается нормальный винт мачета 3 ну вот такие вот в общем то как мы считаем достойные результаты скоростные мне так кажется ну и хочется отметить то что правильная идея была поставить на корме такого же малыша garmin 92 сайдевью с датчиком panoptics показали то на что он способен сегодня какую маленькую блесенку чинок 10 граммовый там он сантиметриков 5 наверное он отображал очень интересно но требует опять же таки дальнейших изучений я надеюсь что в этом году мы с этим датчиком еще выйдем на воду постараемся очень снимем еще вторую или третью часть обзора и все-таки научимся им правильно пользоваться они только по американским роликам и картинкам которые размещены в социальных сетях всевозможных ну и как всегда конечно очень хотелось бы половить порисовали структуру посмотрели но запрет ничего нельзя крючки сняли на блесенки посмотрели реакцию рыбы посмотрели как все это работает на самом деле очень удивительно нам понравилось с денисом мы вообще как бы довольно счастливы вот кстати денис давай передавая привет работает наша компания про катис . ru человек понимающий знающий в холодах очень много и сегодня он для себя открыл новую историю в общем-то по эхолокации garmin по новым датчикам panoptics life scope вот друзья ну еще раз всем огромное спасибо кто смотрит наш канал кто подписывается на оповещение откликается пишет комментарии все что необходимо пишите мы постараемся максимально помочь рассказать все что мы знаем ну и соответственно показать насколько мы это все можем сегодня мы второй раз выбрались на воду на москва реку для того чтобы поизучать работу карт плоттера с новым датчиком panoptics life scope блок обработки информации этот желез 10 датчик лс в 32 в первой части нашего видео мы рассказывали вам про то что это такое как это с чем это и есть значит сегодня мы как раз будем рассматривать различные цветовые схемы и различное отображение информации в этих цветовых схемах под водой с помощью датчика life scope как раз погодку нас сегодня так себе назовем по москве обещали дождь во второй половине затянуло затянуло и соответственно накрапывают уже мелкий дождичек сейчас попробуем так вот сегодня мы во втором выезде пытаемся рассмотреть возможность работы на различных других цветовых схемах вот и соответственно сейчас мы в темно-сине находимся схеме то есть цветовые схемы у нас выбираются через меню настройки сонара вид здесь есть цветовые схемы кому-то удобно работать в янтарной схеме вот таким вот форматом кому-то в медный темный зумрудная кто-то выбирает для себя и схема в котором работает первый раз синего цвета то есть многобитная назовем ее для поклонников олдскульных называемых так назвали елей на поклонников олдскульных и холодных традиционных видов вот значит ну и соответственно других схемах как раз можно по-другому отслеживать вообще в принципе отслеживать именно рыбу движения и плюс к всему нижние прижатую рыбу к одну в первую очередь вот так это красиво выглядит здесь мы проплываем различные структуры под нами сейчас тоже поищем коряжки и будем их стараться исследовать на различных режимах и на различных цветовых схемах ну и пока мы ищем очередную коряжку на котором можно было бы остановиться по исследовать значит покажем такую настроечку комбинациях можно добавить комбинацию которая будет включать в себя panoptics life скоб и традиционный холод может быть кому-то это будет в принципе полезно соответственно для того чтобы добавить некую комбинацию делаем настройку который нам необходимо сюда добавляем panoptics life скоб а наверх мы добавляем сонар примеров был традиционный сейчас мы добавим clearview а clearview но ты доступен потому что на частоте clearview как раз по частоте работает сейчас у нас наш и холод панок life скоб вот традиционно у нас вот такой отображает структурку life скоб как раз у нас отображает называемым онлайн видео вот так выглядит некой деревце некая растительность такое твердая на и холоте янтарной теме а если мы построим вид поставим не янтарный желтый или синий пример мы видим вот такие вот превьюшки кстати после калибровки компаса называемое направление датчика он будет правом верхнем углу будет отображаться направление куда показывает этот датчик panoptics life скоб вот так чтобы вот понимание было значит наш коряжка состоит на расстоянии от нас 6 метров глубина 2 вот и можно наблюдать что вокруг нее в общем то происходит это может быть ловля джиг это может быть ловля в заброс это лоб может быть ловля с вертикальным блеснением там пикером как вам удобно можно будет наблюдать и свою приманку и поднимающийся рыбу видно как идет рыба здесь как раз проходит рыба в луче panoptics life скоб вот видно как как раз приманка наши работает плане приманки сегодня выступает релакс копыта 4 дюйма вместо блесенки мы решили поставить но ее однозначно видно вашу приманку кстати хочется отметить удобное расположение эхолот карплоттера вот можно стоять так на корме на платформе чем эхолот 9 дюймовый отображает максимально много информации в данном случае у нас гармин эхома плюс стать дисплеем 92 свит мы переключили наш panoptics life скоб в режим скажем так не отсутствие помеха именно выключили фильтр шумоподавления и пытаемся понять на каком расстоянии он сможет увидеть нашу приманку лучше очень узкий глубина здесь 4 плотное нормальное дно вот такая пестрящая картиночка которым еще будем там разбираться все-таки включая шумоподавление мы можем увидеть и шум и вот она наша приманка появилась вот но где тут метров 8 точно видно приманку но начинается на самом деле где-то с 10 метров с 10 где-то 12 метров но не более но для сравнения как у нас синим цвете олдскульным происходит отображение также приманки что мы будем видеть и вот наш приманка падает как раз уже тут цветовая схема темно-синий значит ну с помощью серии экспериментов выявили что приманка 4-дюймовая приманка у нас на глубине 4 метра где-то на 10 метров начинает проявляться на 9 8 уже четко нормально видно вообще все абсолютно это вот самое главное то что мы сегодня смогли понять приманку естественно видно как нашу блесенку в прошлый раз как она там падала сегодня копыта видно как раз релакс сегодня в общем-то походили посмотрели много чего интересного для себя и для вас в общем-то отсняли чем хороши гармин и серия хама плюс и прочего с такими вот креплениями поставили приборчик консоль сняли его защелкнули все крепенько держится никакие коммутации производить не надо но то же самое на корме поставили защелкнулся все защелкнулся держится крепенько хорошо рам кронштейн затянули настолько насколько нужен и никуда он вообще не шевелится как раз включили играем со своей приманкой мы как раз включили область отображения под нами причем на изображением panoptics life scope отобразился луч который смотрит как раз вперед лодки и под лодкой глубина у нас не очень большая 24 метра но здесь видно точно движение рыбы сейчас он тут немножко сбросится настроиться здесь видно движение рыбы под нами и как раз движение нашей приманки вот встали мы на глубину 4 метра то что тут есть на близко и вот мы как раз видим что так в кормовом заднем луче наш приманку поднимаем ее и опускаем приманка вот наша потом опускается приманка мы играем в таком режиме янтарном излучении у нас к сожалению здесь коряжки нет на этой глубине все-таки москва река всем удачи еще раз и пока увидимся на воде пока